«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Место действия «Россия». Место действия «Россия», дорогие друзья, это наш замечательный путеводитель по исторической современной родине. Это медийная энциклопедия знаний о России, Владислав Александрович, да? Ведь вы вот за время нашего проекта стали более российским человеком, чем я вас знал раньше. Абсолютно точно. Конечно, вот потихонечку вымывается из старых костей космополитизм. Я вот кино много нового слушал. Да-да-да, сегодня, сегодня в 17.00, не надо забывать, в летнем кинозале «Маяка» звуковая... Вот человек, который это придумал, ему надо вообще выпустить квартальную премию. Значит, звуковая дорожка к фильму «Приключения Петрова и Васечкина», вторая серия. Там очень много музыки, Сергей Владимирович. Да, и волос, и волос, конечно же, да. Ну, а мы не забываем, что сегодня у нас 1 сентября, и некоторые люди, ну, такие неравнодушные, задаются вопросом. Ну, а почему вот именно 1 сентября-то стал вот днем, когда надо детишек с этими цветами там, со всеми делами отправлять в школу? Ну, возникает вопрос, почему? Почему? Мы сейчас разберемся, почему, а потом будем протестовать уже против этого порядка. Но сначала надо разобраться. Елена Бучкина с нами, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, исследователь истории и культуры праздников и советской культуры, культурной политики. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Елена, как у вас в МПГУ? Сегодня тоже с цветами пришли детки? Ну, у нас уже детки большие, поэтому они с цветами уже 1 сентября не приходят. Более того, у нас все предварительные собрания бывают с первым курсом, да, прежде всего уже это их праздник, как вот в школе для линейки самое главное, вот первоклассники у нас, первокурсники. Вот, у них на самом деле предварительные встречи бывают еще до 1 сентября, потому что в школе мы привыкли же, что в этот день у нас линейка, и мы, собственно, не учимся особо. А то есть празднуем, а вот в УЗИ уже все, занятия полным ходом. Так, Елена, ну давайте разбираться, почему же, как так сложилось, что вот 1 сентября еще, можно сказать, бабье лето не отгуляли, а уже, можно сказать, погода-то хорошая на улице, ну вот сегодня у нас плюс 13 градусов, замечательная погода. Вот, почему дети стали ходить в школу именно 1 сентября, когда это все началось, свистопляска? Ну да, действительно, нас погода немножко подвела сегодня, такой сильный контраст между тем, что было и тем, что стало, прям такое яркое начало, действительно, осени. Вот, на самом деле нам кажется, что да, что всегда так было, что вот всегда дети ходили в школу 1 сентября, вот, но на самом деле это очень недавняя традиция. Во-первых, то, что именно общая дата 1 сентября, что все дети во всей стране идут в школу именно 1 сентября, вот, это такая очень российская, ну и до этого советская история. То есть, нам немножко сложно в это поверить, но на самом деле, собственно, праздником 1 сентября официально вот этот день стал только в 1984 году. Но до этого дети уже тоже ходили в школу 1 сентября. Вот впервые, когда такое было, что во всей стране дети пошли в школу именно 1 сентября, это началось с 1936 года, потому что 3 сентября 1935 года вышло постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ, которое обозначало, как именно дети правильно должны учиться, потому что в этот момент складывается вот эта вот общая, единая советская трудовая школа, в которой... Вы нас ввергаете в какое-то недоумение, то есть, что же получается, до 1936 года, значит, вот так не было, а как тогда, как было в 20, ну, в 20, ладно, разруха, беспризорники, это я помню, все обучи, все дела. А вот, ну, до революции что же у нас были? Эти гимназисты, они вот в костюмчиках были, да, вот эти мальчики, надо сказать, отдельно, девочки отдельно. Вот, а что, до революции 1 сентября не был единым днем приступания к занятиям, что ли? Интересно, что до революции вот именно 1 сентября совершенно точно никто не приступал к занятиям. Были разные даты, варианты 14 августа, 20 августа, 31 августа, 15, 26, 1 или 15 октября, это то, что есть в разных источниках. Если говорить именно про гимназистов, то есть это дети из обеспеченных семей, как бы мы сейчас сказали, среднего класса, в основном городские дети, то они, как правило, ходили в школу, у них в гимназии, у них дата начала обучения, вот в гимназиях и в университетах, то есть тоже такая городская уже история, была привязана к датам Успенского поста. Успенский поста это у нас по старому стилю 1 и 14 августа, по новому стилю 14 или 28 августа. То есть в городе учеба начиналась вот именно в эти даты. Вот что касается деревенских детей, собственно, почему мы именно осенью начинаем ходить в школу, нам кажется, что это вот такая гуманная традиция, что пусть летом дети отдохнут, солнце, на море все съездят и так далее. Нет, 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 педагоги, которые на лето дают список книг, они совершенно не заботятся о том, чтобы дети отдохнули. Да, наоборот, это вредители. На самом деле логика-то была какая. Все-таки гимназисты и слушатели курсов в университете это ничтожный процент от населения страны. Основная масса не только в России, например, в 19-м, начале 20-го века, но и в других европейских странах. Это аграрное население, вот им, естественно, нужно работать еще в поле в это время. Поэтому, если говорить о сельских школах, то там уже начиналась осенью учеба. И даже если взять сельские школы грамоты, такие очень простые учебные курсы, один-два года, учили там только, собственно, молитвам, начаткам чтения, начаткам письма. Вот там вообще учеба начиналась 1 декабря, чтобы уже точно на всей территории страны никаких аграрных дел не было, и дети могли спокойно учиться. И продолжалось до Благовещения, то есть до 25 марта, потому что все, детям опять уже надо родителям помогать с урожаем. Вот поэтому дата первая, собственно, сентября, это получается, да, такое вот именно советское изобретение, просто чтобы было удобно. Потому что вот с 1935 года, как восстановление вышло, и с 1936 года, когда уже в сентябре оно вступило в силу, да, все дети стали ходить в школу именно 1 сентября. Елена, а вот тогда возникает вопрос, а как в это время, в 30-е годы, жили буржуины за границей? Там, в той же Европе, например, там, или американцы? Ну, так как, да, как я сказала, изначально вот эта вот массовая система какого-то самого простого, но все-таки общего такого более-менее образования, да, чтобы все умели на очень примитивном уровне хотя бы писать, читать и владели какими-то общими культурными кодами, она везде в Европе стала складываться в 19 веке, и зачастую раньше, чем у нас в стране. И проблема была та же самая, страны в основном аграрные, поэтому тоже везде учеба начиналась осенью. Но единой даты начала не было нигде. То есть даже, собственно, вот осенью в 19-м, начале 20-го века она могла там начинаться тоже, например, 15-го сентября, 1-го октября. Но даже если мы сегодня посмотрим на большинство стран Европы, ну и на США тоже, например, мы увидим, что там везде начало занятия, это конец августа, начало сентября, но нет такого, чтобы была единая дата для всей страны. Каждая школа сама решает. Елена, каждая школа сама решает. То есть вот нет вот этого прекрасного шествия разодетых, ну сейчас, конечно, разношерстно разодетых, но тем не менее вот этих всех бантов, костюмчиков. То есть, что, серьезно, это мы единственная страна, в которой 1 сентября это праздник? Ну, нельзя сказать, что прям в каждой стране каждая школа сама решает. Как правило, да, конечное такое, да, конечное решение оно за учителями-директором, но есть рекомендации, то есть очень часто там штат, граф-то, Великобритания, они рекомендуют начинать вот примерно тогда-то плюс-минус, ну там все равно бывает какой-то разбег. Удивительно, удивительно. То есть так вот, что вся страна, да, это вот только у нас, но еще, наверное, вот в Китае такое есть и еще в очень небольшом количестве стран. Ну, удивительно, да. Друзья мои, Елена Бучкина, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, исследователь истории и культуры праздников и советской культурной политики. С нами сегодня мы задались вопросом, почему вот как вот так вот 1 сентября стал Днем Знаний, ну вот, а оказалось-то, что, в принципе, мы еще и остальное человечество должны научить этому празднику, да, потому что вот видите, как в Европе каждая школа сама решает. Это удивительно странная история абсолютно, вот, ну, с нашей точки зрения, а для них, наверное, наша история странная. Елена, вот вы упомянули 84-й год, я его прекрасно помню, как раз пошел, в какой класс-то я пошел, в 4-й, наверное, класс пошел, наверное, да. Вот, в 4-й класс пошел и объявили, что это теперь День Знаний. А как это решение вызрело, да, у кого оно появилось? Есть персоналии какие-то? Конкретного человека назвать очень сложно. Это было решение Президиума Верховного Совета СССР, называлось оно об объявлении 1 сентября всенародным праздником Днем Знаний. Это было дополнение к указу Президиума Верховного Совета СССР еще от 80-го года. Было постановление, оно называлось о праздничных и памятных днях, и там вот все праздники перечислялись. То есть именно тогда официально 1 сентября объявлялось праздником. Но это так хорошо укладывается на советскую культурную политику, образовательную политику как раз 80-х годов, когда большое внимание уделялось как раз учителям, большое количество было детей, как раз это период такого демографического взрыва и так далее. Поэтому, в принципе, это как раз вполне логично. Потому что детей было очень много, первоклассников много. Елена, а как предполагалось этот праздник отмечать? Ведь это же не выходной день, да? Это сейчас я там в новостях вот на этой неделе слышу какие-то такие всплески активности депутатские. Говорят, давайте объявим 1 сентября выходным днем, чтобы родители могли спокойно сходить на линейку, так сказать, поздравить детишек. Но что-то как-то затихло это дело. А вот как тогда предполагалось, вот что в этот день отличался от обычного? Что в нем праздничного? Как раз вот в этот период, когда объявили его праздничным днем, да, совершенно верно, не выходным, как вы и сказали, сложилась вот та вот атрибутика праздника, вот этот вот символический ряд, хорошо нам всем знакомый. То есть это торжественная линейка, да, обязательно колокольчик, первый звонок, да, всем помним эту девочку тоже с колокольчиком, букеты, которые надо дарить учителям. Вот, то есть вот эти вот все такие вот символы, они именно тогда и сложились. Потому что до этого не обязательно была торжественная линейка, до этого вот главное мероприятие до 84-го года, главным мероприятием 1-го сентября был урок мира, у которого занятия начинались во всех советских школах. А вот с 84-го года именно вот такая установка была на то, что это вот праздник для детей, и прежде всего праздник для первоклассников. — Елена, а вот история с тем, что появились четверти в учебном годе, они тоже с чем связаны? Вот сейчас меня тоже очень смущает, когда я вижу, что у разных детей в разных школах четверти заканчиваются в разные дни. Вот, это... Они заканчиваются без привязки к каким-то праздникам, да, потому что в советское время это была привязка к ноябрьским праздникам, да? — Вот была возможность, например... Была возможность всей семьей там, например, куда-то уехать, в гости куда-то хотя бы на несколько дней. Сейчас какой-то, мне кажется, какой-то бардак вот в этом смысле у нас. 1-го сентября осталось, а вот нарезка на четверти в разных школах по-разному, если, например, дети учатся в разных, например, там каких-то или там или у родственников, или у знакомых, то трудно согласовать какие-то, в принципе, совместные действия. Все как-то разрозненно и абсолютно бессмысленно в этом смысле. Вот когда это появилось, вот, так сказать, дележка на четверти? — Что касается дележки на четверти, то это придумал еще вот выдающийся педагог Амонс Каменский, то есть это, собственно, то, что... Амонс Каменский, то есть это, собственно, то, что появилось, то есть он придумал школу, вот, знакомые нам вообще модели. То есть так, чтобы там классы, учитель, много учеников, дети должны быть примерно одного возраста, там дети должны слушать, повторять за учителем и так далее. То есть можно сказать, что вот как только школа появилась, она сразу уже появилась четвертями, потому что, ну, нужно было, да, как раз вот эту вот общую динамику учебного процесса сформулировать. То есть это еще 17 век. Вот, но как раз, естественно, четверть делились по-разному. Вот во всех странах, где вводили всеобщее школьное обучение, да, их привязывали к различным праздникам, может быть, религиозным, может быть, национальным. Но вот как раз, что касается советской школы, вот в 35-м году, когда появились единые даты начала и окончания учебного года, все четверти, естественно, были одинаковые. То есть там такого разброса как раз не было. Вот по всей стране был единый день, когда заканчивалась четверть, начиналась четверть. А вы изучали, Елена, современную историю? Это кому умному-то пришло в голову отдавать на откуп школам решать, когда у них заканчивается четверть? У этого решения, в принципе, ну, какая-то вот логика какая-то существует, в принципе? Вот, ну, просто в какой-то момент не стали выходить вот эти вот, да, постановления, которые бы обозначали единые даты, там, окончания. Во-первых, да, тоже важно же, что сейчас наш учебный год и заканчивается. Собственно, то есть не только четверть, да, вот весь этот цикл, он же тоже заканчивается в разные дни. Вот, а то же такого не было. Для школьников определенного класса была единая дата, когда заканчивается. То есть, например, там, первый-третий класс 6 июня, четвертый, седьмой класс 10 июня, и все, значит, это вот во всей стране так. Вот, но уже в начале девяностых от вот этого вот регламентации отказались, да, то есть 1 сентября у нас осталось праздником по традиции, потому что никто, собственно, так и не отменял указ Президиума Верховного Совета СССР, а остальные даты остались свободны. Так, товарищи, ну что же, мы уже наметили фронт работ нашим депутатам на эту осень. Товарищи, надо устранять проблемы. Смотрите, подъем флага ввели, да, хорошо, значит, гаджеты на уроках запретили. Кстати, что интересно, я вот увидел сообщение от некого учительского профсоюза, который против того, чтобы школьники не пользовались смартфонами на уроках. Очень интересная позиция учителей, конечно, я вообще в восторге от них. Что это за профсоюз такой, что там за люди работают, интересно, надо их проверить. Вот, и, конечно, утвердить единый учебник истории, что очень важно, за это мы боремся уже лет 10, я не знаю, мы, наконец, поборолись или нет за него. И, наконец, единая дата вообще, в принципе, выхода на каникулы для удобства всех в стране. Каникулы должны быть для всех сразу, это должен быть праздник. Телевизионная сетка должна поедать и верстаться. Ну, хватит вот этого все уже, бардак 90-х продолжать использовать. Елена, и вопрос у меня. А, вопрос такой. Возраст поступления в первый класс. Потому что вот некоторые говорят, что детки некоторые умные там и в 5 бывают. Кому-то, говорят, надо и до 8 посидеть дома. Вот эта вот история с возрастом поступления в первый класс. Как она менялась? Очень сильно тоже зависит от традиции. В разных странах дети идут в школу в разное время. Во многих странах дети в 5 лет идут в школу. Но здесь, скорее, вопрос к тому, как мы воспринимаем школу и встроен ли детский сад. Потому что это тоже вот наш советский, опять же, детский сад. Это удивительное изобретение, которое мало где в мире, на самом деле, существует в таком виде, как у нас. То есть, встроен ли у нас детский сад вот в эту вот образовательную систему. Потому что там, где дети идут в школу в 5 лет, как правило, там нет единой системы детских садов. И просто школа, вот, получается, эти же 2 года, она выполняет функции детского сада, в нашем понимании. Но на самом деле, как раз возраст в 7 лет, он как раз очень хорошо рассчитан. И вот всеми дефектологами, педагогами как раз доказано, что это тот возраст, когда вот ребенок, да, у него созревает. Самое главное, по поводу умных деток в 5 лет, например, да, конечно, ребенок может быть ментально очень сильно развит. Например, мелкая моторика у него не будет развита так, как у 7-летнего. И учиться ему, конечно, будет тяжело, потому что ему нужно писать, для него это будет очень сложно. Вот, поэтому как раз, да, вот с 35-го года эта идея, что в первый класс должны идти дети, начиная с 5 лет, она стала внедряться. И уже тогда она и педагогами, и дефектологами была обоснована. Потому что у нас уже тогда существовала замечательная наша вот педагогическая как раз школа. Такие исследователи, как Сугодский и так далее, они же как раз все над этим тоже работали и пытались вот возраст определить. Поэтому как раз это очень все продумано и обосновано, то, что дети идут в школу именно в 7 лет, это как раз правильно. В 7 лет? Елена, а вы в каком возрасте пошли-то сама? Я пошла в 7 лет. Вот, а вы, Владислав Александрович? Мне исполнилось летом 7 лет, и я сразу пошла. Вы, Владислав Александрович, пошли когда? Я не помню, вы про что? А, да вы не ходили еще. Хорошо, ну попробуйте. Значит, друзья мои, так, Елена Бучкина, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государства. Университета, исследователи истории и культуры праздников советской культурной политики. Ну и, товарищи, всех с Днем Знаний, в том числе и Елену. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.